Уважаемые овны, всем доброго времени суток! Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию торговый прогноз на неделю с 20 по 26 ноября. Какой для вас будет эта неделя и что она принесет, каковыми будут изменения в вашей жизни и на что вам нужно будет обратить основное внимание. Как обычно, рассматриваем события этого периода в общем и личную жизнь, и дом, и семью, и профессиональную сферу. Все, что связано с работой, карьерой, возможными заработками, доходами и расходами в том числе. Карты будут и для тех, кто пока не работает. Посмотрим, что в отношении вас исходит из внешнего мира. Любая информация, на которую расклад будет делать основной акцент. Подведем итоги этого периода. Посмотрим, что в скрытых факторах также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос-желание. Тот вопрос, о котором вы думаете, ответ на него вы получите в самом конце основного расклада. Это та карта, которую я достану, последняя и ответит на загаданный вами вопрос. Сегодня мы с вами будем работать на классическом тару. И помогать нам будет оракул Ленормана. Колода готова. И я приступаю к выкладке. Итак, ваша первая карта. Уважаемые овны, все карты перед вами. И я приступаю к прочтению вашего расклада. Начну с того, что в раскладе, в преобладании карты мечей. Начинается расклад с рыцаря мечей, заканчивается тройкой мечей. Также в малом кресте я вижу короля мечей, туза мечей. И в нижней линейке я вижу пять мечей. Это говорит о том, что неделя опять-таки может быть напряженной для вас морально, эмоционально. То, что постоянно приходится думать, как решить ту или иную задачу. Ваша голова постоянно будет работать. И уже начало этой недели начинается довольно-таки стремительно. Но это могут быть любые спорные ситуации, которые нужно разрешить уже в начале этого периода. Это могут быть любые конфликтные ситуации, с которыми нужно разобраться и в чем-то расставить точки над «и». Либо вы в чем-то категоричны в отношении других людей. Либо кто-то идет с какими-то претензиями к вам и категоричен в отношении вас. Поэтому стычки, выяснение отношений с кем бы то ни было у вас вполне возможны. И об этом говорит уже первая карта рыцаря мечей. Она может говорить о том, что понедельник для вас может быть довольно-таки сложным. Но, скорее всего, есть неотложные дела, которые нельзя переносить на потом для того, чтобы не усугублять те или иные проблемы. Вот поэтому и возникают, если меня смотрят мужчины, споры в вашей собственной душе, когда вы в отношении кого-то проявляете недовольство, и, возможно, вы сами кому-то хотите в чем-то высказаться. Либо вы постоянно спешите, а кто-то рядышком с вами как будто бы ползет и замедляет ваши процессы. Поэтому тут вполне может быть вот такая реакция. Если говорить о женщинах, то на вашу жизнь так или иначе может влиять мужчина, и, скорее всего, не один. Потому что мы видим, что расклад начался с мужской карты. Это рыцарь. И в малом кресте мы также видим короля. Это абсолютно другой человек, с которым вы также будете взаимодействовать. Но из-за одного из мужчин вы 100% нервничаете. Если есть что-то то, о чем вам нужно договориться, а договариваться не получается. Если кто-то находится в состоянии дорог, разъездов, возможно, это тяжелые или напряженные дороги, когда нужно быть во всем постоянно внимательными и быть очень собранными. Вы действительно можете быть как вихрь. Карта показывает скорость. Но это также может быть и быстрота ваших мыслей, когда вы быстро думаете, быстро вынуждены принимать любые решения. Или когда нужно быстро какую-то ситуацию проанализировать и понимать, что делать или как двигаться дальше. По этой карте может проходить абсолютно любая информация. Для каждого она из вас будет своя. Но это то, что вас может все-таки расстраивать или то, из-за чего вы нервничаете. Поэтому, если говорить о каких-то делах, которые для вас крайне нужны, как совет в вашем случае, эта карта может говорить о том, что за что-то нужно побороться. Но умейте контролировать свои эмоции. Потому что общий запас энергии вы будете очень быстро расходовать на все вот эти проблемы, которые есть вокруг вас и внутри которых вы находитесь. И нервов на все может не хватать. А все болезни начинаются из-за нервов, из-за переутомления, из-за недосыпания, из-за постоянного напряжения. На входящие события для вас выпала семерка монет. В раскладе я вижу две карты монет. Конечно, для многих из вас важна также и материальная тема, так как второй картой вышла материальная карта. Но, возможно, какие-то деньги вы получаете с задержками, хотя многие из вас способны заработать. Либо вы работаете, но все равно приходится ждать тех или иных поступлений или проплат. То дело, которым вы горели раньше, в самом начале, когда хотелось творить, когда вы хотели летать, сейчас немножечко уже не те эмоции, потому что в дне сегодняшнем вас может все-таки многое не устраивать. Или вы недовольны какими-то процессами в работе, или вы с собой в чем-то недовольны, или вы недовольны, может быть, теми обстоятельствами, в которых вы находитесь. Но явно денег хотелось бы зарабатывать больше. И вольно или невольно вы можете подумывать либо о дополнительной работе, либо о подработке, либо о том, чтобы вообще сменить одно рабочее место на другое. Я не говорю вообще о том, чтобы сменить основную профессию. Но это могут быть любые перемещения, которые есть в вашей голове. Если первая карта показывала решительные действия, здесь я даже вижу некоторое выжидание, огромную трудоспособность. И все-таки, когда вы хотите, вы вполне можете контролировать свои эмоции, но делать это крайне сложно. На финансовую сферу, конечно, приходится обращать основное внимание. Почему? Потому что в малом кресте вашей судьбы именно в дом финансов выпал 13-й старший аркан. А это карта смерти. Конечно, она не говорит о смерти на физическом уровне для вас, но она может говорить о том, что очень много трат. И это могут быть какие-то непредвиденные большие расходы. И вообще этот аркан может предполагать то, что в финансовой сфере или в рабочей и деловой сфере нужно многое пересматривать. Возможно, у кого-то есть долги или кредиты. Может быть, кто-то должен вам. Может быть, здесь намечаются какие-либо крупные выплаты. И финансово восстанавливаться вам непросто. И на внешний мир рядышком с этим арканом выпала двойка жезлов. Здесь мы видим раздумья. Опять-таки, как решить ту или иную задачу в плане финансов, основной работы и еще каких-то важных моментов. По тузу мечей, это могут быть любые ваши мысли, которые вы пытаетесь реализовать, любые ваши действия, которые могут упираться в препятствия. Препятствий предостаточно, но вы с мечом, буквально с мечом в руках, будете эти препятствия со своей дороги убирать. Именно так вам и нужно действовать, потому что эта карта и говорит о ваших кармических задачах. Если сидеть, чего-то ждать, не делать ничего, надеяться на то, что что-то разрешится само собой, так не будет. По тузу мечей, это ваши собственные действия и мысли, которыми вы должны уметь управлять в полной мере. Потому что в любом случае, по тузу, это всегда планирование. Это четкая тактика в любых делах и вопросах. Когда вы не действуете вслепую наугад, а продумываете каждый свой шаг. Если в этом периоде у кого-то из вас оформляются любого рода бумаги, документы, оформление, переоформление, все что угодно, любая информация, которая может идти из казенных домов или зависеть от официальных лиц, то здесь тоже могут быть сложности. В особенности, если это какие-то финансовые бумаги, вас могут ждать отказы или какие-то вопросы потом нужно решать заново. Или сейчас вам нужно больше на кого-то повоздействовать. Лишний раз, может быть, кому-то о своей проблеме напомни, для того, чтобы не занимались. И тогда вы хотя бы будете понимать, происходит что-то или не происходит вообще. И что вам опять-таки делать дальше. Так как мы в центре видим короля мечей, это может быть для женщин даже ваш супруг, но это может быть и любой мужчина из внешнего мира, с которым вы связаны любыми делами. Чиновник, военный, врач, политик, любое властное лицо, от которого зависит та или иная ваша задача. Потому что именно мужчина влияет на многие процессы и, скорее всего, не один для женщин. Для мужчин по королю мечей это можете быть вы сами. Как король с мечом в руках, который четко знает, чего хочет, и пытается уже расставлять точки над И. Но есть сложности. Да, по раскладу мы это видим. Почему? Потому что помимо тех проблем, которые возникают в этом периоде, есть еще старые незакрытые проблемы и задачи, которые тянутся еще из прошлых периодов. И вы об этом сами знаете. В расклад выпала девятка жезлов, которая это подтверждает. И как раз, возможно, у кого-то по этим старым проблемам нервы, конфликты, переживания, споры. Но все-таки по тузу мечей многие задачи решить вы способны, как мужчины, так и женщины. Конечно, эта неделя неблагоприятна для того, чтобы оформлять новые кредитные линии. Потому что даже если вы будете обращаться в банки к людям, власть имущим, вас могут ждать отказы. Если у вас уже открыты кредитные линии, но вы вовремя не делаете какие-то проплаты, не закрываете свой долг, могут возникать проблемы. И рыцарь мечей, это может быть опять-таки как вестник информации, госслужащий. Тут могут быть и напоминания, в лучшем случае, в худшем случае угрозы. Поэтому, чтобы до всего этого не доводить, вопрос нужно контролировать. Либо вам нужно с кем-то заново договариваться, либо передоговариваться, либо все-таки что-то подкорректировать настолько, насколько это возможно. Потому что сложности с отдачей. Если в этом периоде вы также планируете у кого-либо деньги одолжить, взять в долг, я не вижу того, чтобы вам дали. Поэтому вам нужно рассчитывать исключительно на себя. Но также, если кто-то просит у вас, даже если у кого-то из вас есть какие-то запасные финансы резервные, одалживать не стоит, потому что свои же собственные деньги будете очень долго возвращать. Сейчас мы с вами возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто при работе и тех, кто не работает. Для тех, кто не работает, но вы работу ищете, вы хотите для себя что-то найти подходящее, возникают сложности с поиском работы, возможно, вам кто-то что-то обещает, есть какой-то источник, может быть, дохода, но он недостаточный. Смотрим сначала тех, кто при работе, что нужно знать вам. Пусть это будет нижняя карта. Нижняя карта. И это двойка монет. Да, финансы поступают, но они малые по этому аркану, деньги малые, поэтому вам приходится каждый день быть как белка в колесе. То есть здесь очень много повседневных забот, хлопот, которые повторяются изо дня в день, рутина, но в принципе здесь я вижу, что вы справляетесь с многими задачами, вы постоянно на телефоне, вы постоянно во взаимодействии с другими людьми, вы очень активны, и вот это умение какими-то процессами в работе балансировать вам очень здорово помогает и морально, и материально сейчас держаться на плаву. Возьмем для вас дополнительную карту на совет. На совет выпал паш мечей, снова мечи. То есть все-таки либо кто-то в отношении вас себя ведет подозрительно рядышком с вами, может быть вам кто-то в чем-то не доверяет, или вас постоянно пытаются проверить, или возможно даже кто-то из вас работает под камерами наблюдений, либо вы к кому-то будете относиться с недоверием и какую-то информацию постоянно проверять. Но по пашу мечей это могут быть и любые переговоры, которые для вас сложные, или любое общение, которое вам может быть не всегда приятно в работе. Возможно вас кто-то пытается подловить на каких-либо ошибках. И тут любая информация негативного характера может кем-то быть использована против вас. Потому что если вы работаете с кем-то, явно по пашу мечей это человек, который либо завидует, либо не желает хорошего. Кто-то по поводу вас может собирать информацию, но потом где-то разносить ее в искаженном виде. И возможно вы сами видя такие ситуации или понимая откуда исходит негатив, будете пытаться кого-то ставить на место. Но по пажу мечей это всегда недостаток аргументов. Поэтому прежде чем кому-то что-то предъявить и кого-то в чем-то обвинить, вы должны быть уверены на 100% что вы правы. Также по пажу мечей возможно вам нужно чему-то еще подучиться или получить для себя в чем-то дополнительную информацию, но с этим тоже возникают определенные препятствия и помехи. И по пажу мечей это может быть любая работа с любой информацией, которой много и с которой нужно разобраться. И еще одна карта для вас, еще один паж. Есть, я так полагаю, что какой-то человек, который вам в чем-то может помогать, или вас в чем-то может поддерживать. Тут могут быть и хорошие известия, но все-таки два пажа это суета, это в любом случае много суеты в основной работе. Смотрим, что нужно знать тем, кто в этот период вошел не работая, для вас выпала карта старшего аркана мага. Я вижу, что вы люди очень способные и скорее всего многие из вас хотели бы начать возможно свой проект, свое дело. Вы могли бы и даже вы могли бы совмещать и работу и учебу. Или если вы что-то задумали, пробуйте, у вас должно обязательно получаться. Возможно и то, что в этом периоде вы зависите от конкретного человека, который вам может чем-то помочь, но тут идут некоторые манипуляции. Либо вам нужно чем-то проманипулировать для того, чтобы получить желаемое, потому что помогу это все-таки управление, и вы можете кого-то заинтересовать в своих задачах и дополнительную помощь от кого-то вы также могли бы получить при желании. Карта совета для вас. Для вас выпало солнышко. Ну, во-первых, я вижу, что сейчас есть люди, кто-то из вашей семьи, из вашего дома, те, кто вас любит, те, кто всегда рядом, те, кто переживает о вас, и от этих людей однозначно идет поддержка, но по солнышку это и ваше эго, это ваше стремление чего-то добиться, а здесь два подряд старших аркана. Однозначно успешные карты для тех, кто пытается что-то начать, вы действительно найдете работу, работу стоящую, с последующим развитием и ростом, с перспективами и с хорошей оплатой труда. Если вы планируете начать какой-то бизнес или свое дело, не выходя из дома, или это семейный бизнес, у вас могло бы получиться, но опять-таки не без помощи близких. Тут будет очень много информации, но положительной. Я вижу, что и в этом периоде не все настолько плохо и критично, как мы видим по раскладу, именно у вас и жизнь вам дает очень многие блага, которыми вы можете в данном периоде воспользоваться. Когда в расклад выпадает солнышко, оно своими энергиями буквально перекрывает даже сложные старшие арканы. Поэтому даже те, у кого есть сейчас какая-то финансовая проблема, я имею ввиду те, кто не работает, по солнышку вы решить ее сможете. Вы можете и учиться, и одновременно что-то начинать, или вы будете что-то совмещать интересное, может быть, здесь даже несколько интересных проектов сразу. Но здесь дополнительные карты очень даже хорошие, и солнышко в этом периоде тоже гарантирует вам доход. Давайте в таком случае возьмем тогда дополнительные карты и на финансовую сферу, так как мы здесь видели 13-й старший аркан, который говорил о том, что нужно многое пересматривать. Возьмем для вас карту на возможно развитие отдел на ближайшее будущее. Сейчас мы видим, что есть сложности. я вижу рыцаря пентакли. Карта очень хорошая, и в скрытых факторах тоже есть две материальные карты. Это паш монет, десятка монет. Эти арканы говорят о том, что финансово вы будете восстанавливаться, и по рыцарю монет будет информация денежная, которая вас также будет радовать. Возможно это с кем-либо сотрудничество, либо вам кто-то что-то предлагает выгодное, либо вы кому-то что-то сможете информацию или любые другие услуги. Потому что здесь все-таки начинается денежное движение, и это уже позитивный момент. Поэтому выход есть, главное его искать. Ну, а теперь перейдем к нашим семейным парам, и посмотрим, что в ваших домах, что в ваших отношениях. Для семейных пар выпала девятка жезлов и король мечей. Карты говорят сами за себя о том, что в доме есть старые проблемы и не одна. Вы оба нервничаете. Здесь я не вижу ни близости, ни каких-то теплых тактильных ощущений, эмоциональных добрых переживаний. Здесь я вижу, что вы просто друг на друга злитесь. Возможно, каждый из вас друг друга в чем-то обвиняет и считает, что в чем-то неправа как раз ваша вторая половинка. Лично вы уже устали от этой постоянной войны, но своему партнеру, в особенности, если меня смотрят женщины, вы не уступаете. Если вы уперлись, вас очень тяжело сдвинуть. Если вы чего-то не хотите, переубедить вас в чем-то или доказать вам что-то крайне сложно. Поэтому и возникают конфликты. Но в этих отношениях в данном периоде все-таки доминирует мужчина, потому что здесь мы видим мужские энергии, и от мужчины зависит очень много больше, чем от женщины. Мужчина несет на себе какие-то обязательства или в чем-то ответствен, но во многих вопросах также может проявлять и нетерпение, и даже или грубость, или авторитарность. Поэтому в конце расклада и выпало разбитое сердечко, а это говорит о том, что в любви или в этих отношениях успокоения вы не находите, а наоборот из-за партнера или партнерши страдаете. Но позже я вижу, что вы будете все равно мириться, все равно будете отношения налаживать. Я вижу, что каждый из вас не сидит на месте, и каждый из вас делает многое для того, чтобы решить какие-то старые проблемы, которые накопились, но о понимании между вами все равно говорить очень сложно. И если говорить лично о вас, я вижу, что в вашем подсознании были мысли о том, чтобы уйти от партнера или партнерши, или хотя бы на время куда-нибудь убежать, сменить обстановку, не общаться для того, чтобы успокоить свои мысли. Вы устали от того, что партнер или партнерша вас не понимает систематически. И тут четко видно, что какие-то одни проблемы не успевают закончиться, начинаются другие, поэтому и напряжение все время. Возможно, кто-то действительно является госслужащим или военным. Тут могут быть и какие-то недавние проблемы связаны со здоровьем у кого-то, которые тоже нужно корректировать. Проблемы связаны не с женщиной, а с мужчиной. Ну, а теперь переходим к нашим свободным овнам. Для вас выпала восьмерка чаш, пять мячей и старший аркан звезды. Радует то, что все-таки старший аркан звезды закрывает две негативные карты, потому что да, это две негативные карты. восемь чаш говорит о том, что вы из одних отношений вышли. Вышли разочарованными полностью, но возможно и то, что до сих пор какие-то отголоски прошлых отношений входят в вашу жизнь, потому что по пятерке мячей либо бывший, либо бывшая до сих пор не может успокоиться, может где-то следить за вами, может быть распускает какие-то сплетни, может быть кого-то против вас действительно настраивает. Тут могут быть и любые проклятия, и любой негатив, абсолютно любой, человеческая подлость, низость. Вы об этом не хотите особо думать, но если такие проявления будут, вы вынуждены будете скорее всего каким-то образом защищаться. Если что-то происходит через соцсети, а такое может быть, потому что рядышком карта звезды, возможно стоит просто-напросто заблокировать тех, кто не дает вам покоя. Даже если вы сейчас с кем-то и встречаетесь, и даже не помышляете о том, чтобы расходиться с этим человеком, расставаться, в этом периоде между вами может быть напряжение, и напряжение может быть из-за мужчины по первой карте для женщины, либо ревности, либо подозрительность. При этом мужчина сам себя не во всем порядочно или правильно ведет, но может вас в чем-то обвинять. Или между вами кто-то может становиться для того, чтобы вас рассорить, облить либо вас грязью, либо партнера грязью в ваших глазах. Поэтому могут появиться мысли о том, чтобы из этих отношений выйти. Либо у вас, либо у того человека, который рядышком. Если кто-то из вас находится в состоянии треугольников, то треугольник может оставаться прежним, потому что все-таки в раскладе тройка мечей. Вы должны быть выше вот этих всех обстоятельств, выше всех этих людей, выше всего этого негатива. Если вам с кем-то тяжело или вам из-за кого-то больно, лучше сразу отрезать или сразу расставить точки над «и» для того, чтобы понимать, чего вам ждать от того или иного человека или от тех или иных отношений. А по карте звезды я вижу, что вы без труда можете себе найти и кого-то другого, даже если здесь не получается. Поэтому и говорится о том, что вы должны быть выше какой-то грязи. Если для вас отношения с кем-то сейчас определенно дороги, возможно, вы будете давать еще человеку время по звездам. Главное, чтобы это не оказалось потерей времени для вас, потому что все же мы видим здесь тройку мечей. Ну а теперь посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы выпал паш монет, 10 монет и десятка жезлов. Радует то, что две подряд выпали десятки, положительные десятки. Несмотря на то, что 10 жезлов эта карта говорит о том, что приходится тяжело или много трудиться, или много проявлять усердие для того, чтобы решить ту или иную задачу. Задач здесь много. Целый воз проблем каких-то вы тащите на своих плечах, притом добровольно, сознательно, совершенно осознанно. Вот эти все нагрузки вы на себя берете. То есть здесь мы видим какое-то бремя на ваших плечах. Но если вы перед собой ставите цель, вы ее достигаете, вы многого сможете добиться, невзирая ни на что. и также обратите внимание на то, что в раскладе была девятка, а здесь мы видим две десятки, то есть какие-то события все-таки будут подходить к своему логическому завершению. Что-то вы сумеете закрыть, и скорее всего не одну проблему, а как будто бы вы сразу много задач решаете и закрываете многие из них. Поэтому те усердия или усилия, которые вы будете проявлять на этой неделе, или те нервы, которые вы потратите на этой неделе, не уйдут в никуда, потому что здесь я вижу вытекающий хороший для вас результат. Поэтому все-таки верим в хорошее. Паш Пентакли говорит о том, что курочка по зернышку клюет. К вам будут поступать деньги, но вы или что-то учите, или над чем-то трудитесь. Сидеть вы не сидите. И по десятке монет это уже чуть-чуть позже получения реальной прибыли, очень хороших денег, благодаря которым вы сможете решить многие проблемы. У вас даже на отдых может оставаться время, но вам особо не до отдыха. Может быть у кого-то из близких будут намечаться какие-то торжественные события или праздники или просто может быть ваши родственники захотят приехать или прийти к вам в гости или вам кому-то нужно поехать и это для вас как обязательное условие, потому что могут быть родители, старики, бабушки, дедушки, которые вас ждут, но это нужно сделать. И когда нужно, ваши близкие вас умеют поддержать и вы эту помощь также будете чувствовать. так как на завершение периода выпала тройка мечей, она может говорить о том, что в выходные дни вам нужно обратить внимание на свое общее эмоциональное состояние, на свое здоровье. Вы все пропускаете по этой карте через себя. Повторюсь, что вам нужно быть спокойнее, на что-то меньше реагировать. Показаны вопросы сердечно-сосудистой системы, кровеносной системы, кровотворной системы. не стоит на выходные дни также планировать что-то важное, потому что может не получаться из-за кого-то. Но сейчас мы с вами возьмем карту дополнительного совета или карту форс-мажора. Семь чаш. Мечты надежды, мечты надежды, но это карта некоторых иллюзий. Как предупреждение, аркан может говорить о том, что в чем-то вы где-то либо переоцениваете свои возможности, либо недооцениваете возможности других людей. Поэтому во всем повышенная внимательность. Но в позитиве карта говорит о том, что какие-то ваши мечты и надежды во многом помогают вам проходить непростой жизненный этап. Есть какие-то желания, которые вы пока не можете реализовать, потому что нет достаточно хорошего фундамента под ногами, но здесь на что-то просто нужно или больше вашего времени, или больше терпения, или больше усердия, или больше конкретики. Ну, а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана башни, и эта карта пока дает ответ нет, однозначно нет, но если вы задали вопрос, стоит ли мне с кем-то полностью разорвать отношения, пойти на прямой конфликт, стоит ли мне что-то разрушить, вот только в этом случае карта дает ответ да. В отношении вашего вопроса я вижу, что скорее всего тут не все от вас зависит, здесь есть еще какие-то люди, обстоятельства, внешние факторы, скорее всего тут очень много того, чего вы не можете видеть или не можете учитывать, или не способны всего увидеть наперед. Позже в отношении вашего вопроса у вас будет стоять выбор. Пока нет, но позже выбор, вы снова будете думать о том, как решить ваш вопрос. На что-то вам нужны могут быть еще дополнительные деньги, деньги нужны всегда, это понятно, вы будете в раздумьях. Давайте возьмем еще несколько дополнительных карт из Оракула Виннорман и посмотрим, что еще вам нужно знать на самое-самое ближайшее время. Не будем привязываться ни к каким вопросам, ни к каким желаниям, просто достанем карты наугад и посмотрим, о чем расскажет эта колода. Подтвердит она информацию или может бы даст какую-то свою дополнительную. Мы здесь видим всадника, ключа, 8 бубен, карту женщины, 9 червей. Возьмем еще одну карту на дополнение и карту еще на совет. Ну, в принципе, да, вот все, что и требовалось доказать, то, что по раскладу и проходило. Что мы видим? Но прежде всего хочу порадовать, потому что здесь вас, скорее всего, ближайший день, два, будут ждать какие-то важные известия, либо вы будете очень активны в отношении кого-то, возможно, даже будете с кем-то встречаться, видеться, куда-то ехать, сами ищите информацию или вы передаете кому-то какую-то информацию, но и к вам идет нужная встречная информация. Решаются очень многие задачи, не один вопрос, потому что в центре мы видим карту ключа. Это вопросы, которые в целом могут влиять на вашу судьбу, и здесь не одна задача, опять-таки, по карте ключа. Но здесь есть, как правило, по этому аркану несколько вариантов того или иного вопроса. Вы потом это поймете, потому что даже в дополнение для вас выпла карта развилки, раздорожья, карта выбора, но она может говорить о том, что вы будете стоять на этом раздорожье немножечко позже. Если у меня смотрят женщины, очень многое сейчас, в самое ближайшее время будет зависеть от вас самой, от ваших действий, но так как рядышком мы видим карту мужских энергий и ни одну, по всаднику это может быть молодой человек, мужчина, сын, племянник, служащий, любой мужчина, с которым, возможно, вы решаете либо какой-то вопрос, либо с мужчиной вы в чем-то совещаетесь. Также тут могут быть важные сообщения от такого мужского лица. Тут все как бы неплохо по этим трем картам, но следующая идет гора, а это говорит о том, что не все препятствия с вашей дороги убраны и есть какие-то препятствия, которые по-прежнему остаются на вашем пути. Так как это карта огромных амбиций, настойчивости, воли, характера, твердости вашего духа, вот эту твердость во многих вопросах вы должны проявить. Если какую-то задачу сложную нельзя решить прямым путем, если гору нельзя перейти, гору можно обойти. И об этом вам и говорит карта дорог или карта тропинок. Да, мы видим здесь раздорожье. 22 аркан. Также на ваш вопрос может влиять еще одна женщина, так как здесь мы видим королеву бубен. Могут решаться по этим картам не только любовные вопросы, но и финансовые и деловые вопросы. Или тут и то и другое решается одновременно. Если меня смотрят женщины, которых волнуют вопросы любви или для вас важна тема личных отношений и у вас нет полного доверия к партнеру, например, эта карта может показывать наличие соперницы. Закрывает всю эту комбинацию карт крест, а это говорит о том, что путь к какому-то успеху или к каким-то достижениям все-таки проходит через тернии. А это может говорить о том, что путь к вашему успеху или к решению той или иной важной задачи может проходить через тернии по кресту. Но от того, насколько вы сделаете правильный выбор сейчас в том или ином направлении, во многом зависит ваше будущее. Но есть и что-то то по кресту, что уже предопределено высшими силами. Это как раз и говорит о испытаниях. Но это что-то то, что вы должны пройти с высоко поднятой головой, не роняя свое достоинство. Уважаемые овны, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. Ставьте лайки, оставляйте обратные комментарии. Расклад это не приговор, но это возможность зная о чем-либо заранее на что-то повлиять. А предупрежден значит вооружен. Поэтому всем правильного выбора, удачных решений любых поставленных перед вами задач. Мира и здоровья всем. До свидания. До следующей недели. удачных